Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета. «Мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», — сказал популярный политик Армении. И в целом, почему бы не порадоваться? Любой мир всегда лучше, пускай добрые, но ссоры, однако, как обычно, есть нюансы. Потому что до этого же, этот же Пашинян заявил, что его страна может выйти из организации договора о коллективной безопасности или ОДКБ, если кто-то не понял в случае теперь внимания, если Ереван посчитает организацию недееспособной, что, разумеется, прекрасно со всех сторон. Ибо, во-первых, ровно действия ОДКБ, а если совсем честно, то Россия, как главной движущей силой, смогли спасти все тот же Казахстан полтора года назад. А ведь хорошо начиналось в тот момент в Алмате, что по факту у Астаны совсем новая власть и, пардон, старое название. Во-вторых, Пашинян, как глава правительства Армении, добавил, что такой вопрос существует, и если ОДКБ станет недействующей организацией, согласитесь, прямо интересно, чего ради-то, то Еревану придется самостоятельно решать вопросы своей безопасности. И вот этот вопрос, он просто вообще от души, ибо, как господин Пашинян обеспечивает ту самую безопасность, так что Армения уже потеряла территорию, и не говоря про многих своих граждан, все недавно видели. А те, кто помнят историю, вполне себе еще и знают, как именно Россия спасала маленькую страну, и почему в ее сторону Турция смотрит с таким большим интересом. Не говоря о том, что если НАТО не может остановить разборки между слабой Грецией и нахрапистой Турцией, то тут вообще кто-то даже пикнуть не успеет. Да и еще раз экономика Еревана сейчас получит мощнейший удар, ведь Арарат, на долю которого приходилось до 80% экспорта в Россию местного ереванского завода, поставляться больше не будет, ибо французский собственник завода посчитал, что деньги не главное. Впрочем, еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Влад Серов, я автор канала «Не конец истории». Из хороших новостей по рассказам друзей, даже ведущие популярной ток-шоу уже иногда так и говорят, это «Не конец истории». Из не очень хороших, после отмены монетизации на Ютубе в России, особенно когда недавно нам еще и просмотры прикрутили, проект держится на честном слове и без вашей помощи, очевидно, никак. А между тем, несмотря на шутки за 200 наших самых постоянных зрителей, мне, чтобы вам было весело послушать несколько минут новостей, приходится их перебирать, находить то, о чем еще можно говорить, команде собирать ролик, рисовать обложку и так далее. Казалось бы, простое занятие, но это только так кажется. Поэтому мы очень надеемся, ведь вас много, на вашу помощь. Номер карты и другие способы перевода вы найдете в описании к этому ролику. Не бросайте нас, ведь это не конец истории. Итак, еще в январе премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в Армении не будут в этом году проводиться учения организации договора о коллективной безопасности. А недавно так и вовсе намекнул, что Армения может покинуть АДКБ. Разумеется, подразумевая, что в случае серьезного замеса США и ЕС и НАТО быстро-быстро поддержат маленькую, но гордую страну. И хотя та же Турция, про которую мы говорили, вроде как входит в Североатлантический альянс, однако если допустить, что Анкара его покинет, что будет дальше? Причем, разумеется, на слова о том, что Ереван может покинуть АДКБ, отозвалась официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, которая назвала деятельность организации высокоэффективной и зарекомендовавшей себя именно в таком ключе. А также прокомментировала заявление господина Пашиняна, выразив логичное недоумение. И тут же получила ответ цитата. Даже представитель МИД, такой уважаемой и дружественной страны, как Россия, не может комментировать мои слова. Вот это заявка, правда? Он должен просто прислушаться к моим словам. Еще под козырек взять. Что ж, все это можно всегда проверить, и платить за это будут снова простые жители маленькой, но гордой страны. Так что это точно не конец истории.